Привет, друзья! Хотите главную новость? Я знаю, хотите. Так вот она, получайте. Северокорейские солдаты приедут в Украину. Необычные солдаты. Российская Федерация сообщает о том, что это инженеры, которые будут заниматься восстановлением на временно оккупированных украинских территориях. Сколько северокорейцев приедет? Сколько денег им заплатят? Как вообще все это может повлиять на ход войны в Украине? Мы будем разбираться через несколько минут после сюжета. Меня зовут Александр Преподобный. Вы на канале «Украина сегодня». Не забудьте про лайк этому видео, чтобы его как можно больше людей увидело. Начинаем. Северная Корея, подписавшая с Россией соглашение об автоматической военной помощи, отправит крупномасштабные инженерные силы в оккупированную Донецкую область уже в июле. Об этом сообщает южнокорейский телеканал, ссылаясь на эксклюзив от государственного чиновника. Два развития событий. Это, допустим, будут инженерные войска, которые будут строить укрепления, рыть окопы, но не будут участвовать на поле боя. С одной стороны, кажется, ну ладно, они будут же воевать. Но мы же понимаем, что если бы раньше это копали российские войска, а теперь они будут переброшены на другие участки, может быть, они не будут копать, будут воевать, скорее всего, так. Это опасно. С другой стороны, сценарий может быть следующий, что эти войска под прикрытием инженерных окажутся в окопах и будут с нами воевать. Также источник сообщает, что присутствие на украинской земле северокорейских солдат из инженерного корпуса поможет освободить российскую боевую силу от строительства оборонных укреплений и сосредоточить их вдоль линии фронта. Кроме того, солдаты КНДР будут восстанавливать Донбасс, разрушенный войною. В любом случае, это для нас неприятный момент. И мы должны апеллировать, я так подозреваю, к нашим союзникам, в первую очередь Южной Кореи, для того, чтобы как-то на этот процесс повлиять. В том числе и Соединенным Штатам мы должны апеллировать, чтобы они тоже повлияли. Потому что это очень-очень плохой сигнал в глобальном плане, что эта ось начинает работать. Однако спешить верить подобным заявлениям не стоит. По мнению военного эксперта, эта информация больше похожа на очередной информационный вброс. Еще раз подчеркну, что по всей видимости, подобным характером заявление Российская Федерация осуществляет элемент информационно-психологического давления не только на Украину, сколько на наших западных партнеров. То есть пытается показать возможные дальнейшие риски эскалации напряженности. И, кстати, не случайно появление данной информации совпадает с появлением другой информации о том, что правительственный борт Российской Федерации вылетел в сторону Соединенных Штатов. И, по всей видимости, как раз накануне переговоров с американской стороной Российская Федерация попыталась эскалировать ситуацию. Напомним, 19 июня Владимир Путин и Ким Чен Ин заключили договор о стратегическом партнерстве между двумя государствами. Оплеуха в первую очередь ООН, которая показала себя недееспособной структурой. Москва и Пхеньян подписали соглашение, предусматривающее взаимную помощь в обороне в случае нападения на одну из стран. В договоре четко указано, что каждая из сторон надает военно-техническую помощь, в том числе речь идет и об отправке личного состава в момент непосредственного отражения агрессии против одного из стран-подписантов. А у нас Российская Федерация – страна-агрессор, поэтому никаких юридических оснований в моменте отправки так называемых корейских добровольцев нет. За развитием Российско-Северокорейского альянса внимательно следит весь мир. На днях пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что Северная Корея должна поставить под вопрос решение направить свои силы для участия в войне против Украины. Это точно то, за чем следует смотреть. Я думаю, что будь я руководством военного персонала Северной Кореи, я бы поставил под сомнение свой выбор по отправке сил, чтобы они стали пушечным мясом в незаконной войне против Украины. И мы видели потери российских войск. На самом деле, главной целью подписания данного договора для Кремля является отвлечение мирового внимания от событий, происходящих в Украине. Для этого российская сторона будет передавать КНДР все смертоносное для человечества оружие, дабы создать напряжение на корейском полуострове. Это одна из зон напряжения. Российская Федерация пошла путем создания искусственных зон напряжения. Это Ближний Восток, Красное море, Корейский полуостров, ну и, соответственно, Куба. Пытаются прикрыть обратные поставки, то есть пытаются показать, якобы приедут добровольцы, возможно, даже снимки какие-то будут. Но основная за их задачей это под видом вот этого всего перекинуть туда ракетные технологии. Коммунистическим товарищам передать и ракетные технологии, и ядерные технологии. Задача россиян эскалировать ситуацию не на Донбассе, а на корейском полуострове. Олег Лесный, политолог, появляется в нашем эфире для того, чтобы мы обсудили, будет ли какой-то ответ у Европы на северокорейские войска в Украине. Олег, здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте. Слушайте, ну не зря, получается, Путин там ходил, своим ботоксом улыбался Киму, не зря они разыгрывали это шоу. Получается, что все-таки северокорейские военные попадут в Украину, судя по этому анонсу. Каким должен быть наш ответ? Каким должен быть ответ союзников на это? Ну, для начала мы должны понять, что произошло. На самом деле Путин вот этим визитом продемонстрировал очень много таких переходов в красных линий. Это, как уже говорилось ООН, это то, что он показал, что два диктатора, а это, мне кажется, очень такой болевой момент для всех, в том числе и для наших партнеров, два диктатора могут быстрее договориться о том, чтобы, грубо говоря, ввести войска на помощь своему партнеру, нежели Макрон и его друзья, потому что Макрон был топ, скажем, политик, который озвучил достаточно трезвую мысль о том, что нужно помочь Украине на территории Украины, инструкторами, теми подразделениями, которые не будут участвовать в боях, а могут там разминировать, еще что-то. И вот там начинает формироваться так называемая коалиция инструкторов. А тут Путин показывает, смотрите, как мы быстро все решаем. Мы поехали, договорились, и уже там через три недели, вот уже войска помогают иностранные мне. А что вы сделаете? Вот это очень серьезный вызов, и он как раз перемежевывается с вашим вопросом. Вот как Запад отреагирует на самом деле на это? Потому что корейско-российский кейс, он опасен не только для Украины. Он опасен, во-первых, для региона, где находится эта страна, и также для Соединенных Штатов. Любая кооперация, а это идет сейчас проба кооперации на поле боя, условно, может быть, может не быть, может это просто такое ИПСО, но скорее всего войска перебросят, потому что там есть и финансовая составляющая. И вот это вот все говорит о том, что если вдруг Северная Корея захочет создать конфликт с Южной Кореей или ударить ракетами в сторону Соединенных Штатов, опираясь на ядерные технологии Российской Федерации, плюс элементы наведения, которые им тоже могут передать, плюс подводная лодка, которая или есть, или будет, это неизвестно, но она тоже может нести ядерное вооружение на своем борту. Вот, собственно говоря, как закрутилась эта вся игра. И здесь уже не про Украину, то есть Запад и непосредственно Соединенные Штаты, они проспали этот момент. Они до сих пор используют такие глаголы, как надо посмотреть, будем смотреть, но нету, что мы будем жестко реагировать на это. И пока вот такая риторика будет, ну вот, собственно говоря, этот караван будет идти. И он будет идти в сторону Российской Федерации и усиление оси зла. Хорошо. Смотрите, я вот попытался найти первоисточник этой новости. Чосан ТВ, есть такое СМИ в Южной Корее, вот они были первыми, которые сказали, что может быть отправка подразделений в Украину. На кого они ссылаются? Значит, они ссылаются на неназванный источник в правительстве, утверждающий, что в вооруженных силах Северной Кореи есть 10 инженерных бригад, из которых 3-4 могут быть отправлены в Донецкую область. То есть может идти около 5 тысяч человек в одной бригаде, то есть если их будет 3-4, это 15-20 тысяч человек. А может ли быть это прощупыванием почвы? Просто вот такой заброс, причем если это сделала Южная Корея, то это в принципе вброс того, чтобы вообще посмотреть, как общество отреагирует и что-то будет с этим происходить дальше или нет. Или, ну вот, как вы относитесь к этому? Потому что все-таки первый источник – это ТВ Чо Сан, южнокорейское телевидение, которое напрямую, конечно, заинтересовано в том, чтобы никакого конфликта наверняка не было с Северной Кореей. Ну вот мне кажется, что мы сейчас обговариваем сценарий. То, что я говорил, это один сценарий. То, что говорите вы, это может быть, да, вот как бы, вот Макрон сказал, но ничего не сделано, да, и Россия как-то отреагировала. А если, например, сделать в противовес ему, если это, ну если это, опять же таки, эта гипотеза, она опирается на то, что это совместное ИПСО России и Северной Кореи. Вот такой вброс, который был. Они могут это сделать, в принципе, это несложно. Это один вариант. Если это делает исключительно Северная Корея, ну это тоже показывает о том, что диктаторы могут договариваться на самом деле. Мне кажется, что здесь как раз вот это вот, это ответка за то, что за неуспешный июль, июнь, да, неуспешный июнь, вот это вот такая вот информационная, может и физическая ответ на то, что были успехи у Запада, у нас. И вполне это можно так рассматривать. А можно рассматривать, как чисто ИПСО, просто как бы для зонтажа вообще, просто на будущее. Если мы, например, сделаем это, то как отреагируют Соединенные Штаты? Будут ли они использовать риторику «посмотрим» или что-то, или конкретно что-то пригрозят? Ну пока что, вот пока сказали, будут смотреть. Хорошо. Есть вот такая гипотеза от экспертов, да, что, представим ситуацию, начинается обстрел этих инженерных войск, которые находятся на территории Украины. Они находятся, естественно, возле российских военных баз или возле российских воинских соединений. Значит, от украинских снарядов погибают северокорейцы. По их закону, они же признали, да, так называемый ЛДНР, частью Российской Федерации. Они погибают на территории России, по их мнению. Получается, что их атаковала Украина на территории суверенного государства. Опять-таки, все это мы берем в кавычки. Может ли это стать прецедентом для дальнейшего какого-то конфликта? Может ли Северная Корея это использовать как прецедент к началу боевых действий и объявлению войны, не знаю, Украине и Южной Корее после этого? Или это слишком сложно? Ну, вот Южная Корея здесь же ни при чем. Это если оружием Южной Кореи, гипотетически, по военным Северной Кореи на территории ЛДНР. Ну, это очень так уж... А мы можем, а мы можем, а мы можем. И Южно-Корейшим почему-нибудь. Нет, конечно, можем, но дело в том... Смотрите, здесь есть два момента, которые я с военными экспертами обговаривал. Может быть, например, условно, этих инженеров и строителей привозят, да? Их привозят там, ну, не такое количество, а не меньшее количество привозят, пробно имею в виду, реальных военных, которые как бы должны защищать них. Но тут вопрос был в чем? Приедут ли они в форме своей и будут открыто это делать? Или их, как обычно, переоденут во все русское и будут говорить, что их там нет? Вот здесь очень много нюансов, да? Если это будет демонстративно, и вот, допустим, они являются законной целью. И смотрите, а что будет дальше? Ну, вот я сразу отбрасываю Южную Корею и все остальные моменты, потому что это не Южная Корея будет убивать, ну, условно, да? Нанесет удар. Тогда что... А куда нам хуже уже? Ну, значит, они могут тогда и поставлять уже в открытую... Они уже условно поставили военных на нашу территорию, они не условно, а точно передают миллионами снаряды и ракеты. Ну, значит, они просто не будут больше прятаться, они вот будут это делать публично. Но влияние на ситуацию в Украине и в войне, оно будет одинаково и тогда, и сейчас, потому что они уже, по большому счету, уже не собираются прятаться, если одна гипотеза. Другая, если спрятались, ну, тогда никто не виноват, пускай доказывают. У нас же очень много наемников с Кубы, там, ну, не много, но есть, да, с Непала и так далее. Ну, их убивают, но на самом деле никто, как бы, не объявляет нам за этого войну. Поэтому здесь все очень намешано, и мне кажется, что пока что это сейчас вот этот вот туман войны. Он обязательно сядет, и мы поймем. Сейчас очень все быстро развивается. Если это не случится, если они не введут, не приведут эти войска, там, в начале июля, да, ну, тогда это было и все. Если введут, значит, будут вот эти сценарии другие разыгрываться. Я думаю, что это точно будет известно очень быстро, если этот факт таки осуществится. Но искренне надеюсь на то, что это не произойдет, потому что, ну, точно другие контингенты нам не нужны. Какие-то сумасшедшие, которым россияне обещают, конечно, прописку где-то под Воронежем, этого имеется. Но какие-то большие соединения, это было бы, конечно, минус. Спасибо вам большое, Олег, за участие в эфире. Важный вопрос обсудили. Олег Лесный, политолог, был в эфире у Корыны сегодня. Спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok